Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаилом Нойтманом. Здравствуйте. Добрый день. Действия в Сирии и России считаются военным преступлением. Так заявила Amnesty International. Они говорят, по количеству жизней, которая унесла эти бомбардировки и так далее, это должно быть причислено к военным преступлениям. Россия реагирует спокойно, то есть вообще она говорит, это фальшивка, это банальная информация. Мы уже не раз сталкиваемся с тем, что все международные организации, они находятся под чьей-то эгидой, в соответствии с этим они выдают свои исследования, так что здесь нет ничего особенного. Мы видим, как сегодня, вопреки тому, что вообще положено быть, одни государства влияют на другие так, что желают изменить их буквально суть, смотреть, что происходит с Израилем, как здесь подкупают целые партии. Так что, естественно, Россия понимает всю эту игру и особенно на это не разменивается. Это все входит в обычные правила игры. Кто-то платит и все. Если Россия так спокойно, Израиль все время нервничает. Я тоже не понимаю, почему он нервничает. Дело в том, что в России никто не пикнет в защиту того, что говорится в Amnesty International. Ведь все эти нападки против Израиля, они для того, чтобы аннулировать страну. Но левам это не важно. Им кажется, что достаточно, если мы немножко посидим у власти, хотя бы немножко. Главное нам увести правых, уничтожить противника даже ценой существования собственного государства. Вот как их объединить, вот этих, если мы уже на Израиль перешли? Все-таки один народ, одна судьба. Ну, это, если мы будем действовать только в этой плоскости, так это ничего не сделаешь. В плоскости жизни. Да, да, да. Это выколем не один, а чтобы выколить ему два. Ты понимаешь, что это абсолютно так идет все четко. Для этого надо пользоваться каббалистической методикой, которая позволяет приподняться над тем уровнем, на котором мы находимся. Потому что за столом перегоров воров они не смогут ни о чем договориться. Мы это видим в Кнесте и везде. То есть мы можем сделать только единственное, что это научить их, как приподниматься над собой. И тогда вместе подняться на третий, следующий уровень, но это во благо страны, а не во благо какой-то собственной партии. Вот это важно, конечно. Вот это самое главное. Но этому и обучает методика интегрального воспитания. Спасибо большое. Спасибо.